Объемы грузовых перевозок увеличиваются и в ближайшие годы продолжат расти, отмечают эксперты. Это рождает спрос на цистерны и прицепы для доставки продукции заказчикам. Транспортировочную технику производят на предприятии «Сеспель». В этом году здесь был открыт новый цех. Технологический уровень производства, который мы видим здесь и на новой площадке, и то, что традиционно производится по номенклатуре, это предприятие не просто российского масштаба, это предприятие мирового уровня. И еще приятнее здесь будет видеть сотни, тысячи клиентов, потребителей вашей продукции со всего мира. Сейчас на предприятии выпускают цистерны для перевозки нефтепродуктов, цемента, битума, муки, зерновозы и молоковозы. Технику заказывают и крупные корпорации. География поставок, российские регионные страны СНГ, танк-контейнеры и полуприцепы Чувашского завода замещают большую долю импортной продукции, отмечает глава региона. Мы выполняем поставленную задачу президентом Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, тему импортозамещения. Страны СНГ уже заказывают, насколько я знаю, платежеспособность у тех заказчиков есть, и тем самым открываются дополнительные возможности для молодых специалистов, которые хотят заработать. Уровень зарплаты здесь почти в два раза выше. Производительность труда в пределах 5-5,5 миллионов рублей. Это тоже очень хороший показатель. И мы, как помощники, Владимир Александрович, будем поддерживать вас и всю вашу команду. В этом году с конвейера завода сошли танк-контейнеры для перевозки сыпучих продуктов из жиженых газов. Чтобы транспортировать такие грузы, необходим оптимальный температурный режим. Производители используют термозащитный материал и прочный каркас из металла и нескаллигированный стали. В новом цеху намерены выпускать более 300 танк-контейнеров в год. Были очень много различных программ по поддержке. Очень важно то, что сегодня банковская система начинает финансировать именно производителей. И подбираются такие инструменты, которые позволяют, имея хоть кредитные сутки, но строить подобные сооружения, которые направлены на увеличение потребления и на демонстрацию возможностей производства в России. Поэтому региональная поддержка тоже неоценима. Все наши обращения к региону, к главе нашего Чувасской республики Михаила Васильевича Игнатьева, он всегда поддерживает. Потому что довольно много вопросов приходится решать именно федеральных. Современный завод был возведен за три года. Проект приоритетный и был поддержан за счет федерального бюджета. Для нас проект это тоже очень важный, как для министерства. Мы в прошлом году, благодаря совместным усилиям с республикой, запустили целый комплекс мер поддержки для предприятия прицепной отрасли. И этими мерами господдержки смог воспользоваться, конечно, ваш производитель, компания «Сейспирь», вы как компания-производитель. Прежде всего, это новая мера, это субсидирование стоимости 10%, стоимости лизинга. Чтобы российская продукция на 10% была дешевле, чем иностранная. И приятно, что компания «Сейспирь» одна из первых приняла участие в этой программе. Вторая мера, которая была запущена, очень важная, это программа, помогающая внедрять новые разработки. А «Сейспирь», ваша компания, как раз отличается тем, что она постоянно занимается выпуском новой и новой продукции. Почти 100 миллионов рублей из бюджета Министерства промышленности и торговли удалось нам направить на эти разработки. Большую долю цистерны полуприцепов сейчас завозят из-за рубежа. На Чувашском заводе намерены заместить более 30% импорта. Чтобы достичь такой планки, необходимо разрабатывать инновационные модели. Предприятию помогает программа «Ниокор». Перспектива у этого предприятия и возможности очень велики. Это производство в сельском районе. Моргаушский район входит в агломерацию города Чебоксары по программе «Безопасные и качественные дороги благоустроим территорию». И это важно – создать рабочие места в сельской местности. Когда люди видят, какая высокая культура производства, какие новые технологии здесь применяются, у них сомнений нет, что это предприятие мирового качества. Поэтому, к сожалению, таких площадок у нас в России и других нет. Она сегодня такого уровня первая, но я абсолютно уверен, что она послужит примером для других производителей по всей стране. Конкурировать на рынке российским производителям цистерны полуприцепов поможет и введенный правительством страны утилизационный сбор на технику, которую завозят из-за рубежа. Основным барьером являлся утилизационный сбор, который не взимался, сложность которого была выравнивание цены проконечной продукции между европейским производителем, бэушной техникой и производителем нашего предприятия «Сельский». В итоге был внедрен с помощью глава республики, у нас неоднократно обращался в адрес федерального правительства, президента Российской Федерации Владимира Путина на предмет того, чтобы выровнять хотя бы ситуацию. Это было услышано, поддержано. Сегодня принято постановление правительства в апреле месяце, которое позволяет нам конкурировать, серьезно конкурировать с европейскими аналогами. А успех любой организации, любого проекта зависит от многих факторов. Это от местной поддержки, региональной поддержки, от федеральной поддержки. Ну и вот здесь все три вида поддержки, они срослись. Обратился сначала за выделением земли. В адрес правительства мы выделили ему земельный участок, который сегодня стоит такой прекрасный корпус, без торгов. Закон сегодня у нас позволяет эту процедуру проводить и выделять. У предприятия большие перспективы. Выйдя на полную мощность, здесь намерены создать порядка 200 рабочих мест. Главная задача – выпускать качественную продукцию, ориентируясь на потребности рынка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова